Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Небольшое лирическое отступление, сообщеница, собственно, до конца этой недели меня подменят мои коллеги, но, уверяю вас, вы будете точно в курсе всех основных событий и тенденций. А если что-то окажется за бортом, собственно, мы в понедельник вернемся и закроем все пробелы. Ну, в общем, действуем, как всегда. Центральной темой для финансовых рынков, основным событием, ключевым катализатором, триггером, да как угодно можно назвать, это отношения США и Китай. Эта тема не меняется. Я думаю, что в ближайшую неделю, до конца уж этой точно, мы будем говорить только об этом. Дело в том, что рост торговой напряженности бьет по позициям рисковых инструментов, приводит к креплению защитных активов. Трейдеры оказались в условиях, в которых не привыкли работать. Это расстрочивает волатильность, приводит к мощным движениям. Мощное движение волатильности – это еще одна причина, по которой они начинают паниковать. И тем самым подогревается дополнительный интерес к тому, чтобы уходить в те самые защитные активы, о которых я не раз вам говорил. Очень хорошо сейчас смотрится иена, афранка, золото. В принципе, в растущих тенденциях и в бычьих, скажем так, тонах мы об этих инструментах говорим уже очень давно. Что касается нефти, очень правильное решение было все-таки отказаться от покупок и сделать акцент на продажи. Сейчас бренд котируется уже ниже. Если вчера мы говорили о тесте поддержки 60 долларов за баррель, сейчас уровень уже 58,87. И если попробовать объяснить происходящее, конечно же, участники рынка очень сильно переживают за перспективы роста мировой экономики. И, соответственно, за будущий спрос на углеводород. Очень простая тема. Я думаю, что нужно просто признать то, что это для нефтянки сейчас ключевой фон. Появилась она после того, как штаты сообщили о готовности увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта по ставке в 10%. Мы с вами попробовали проанализировать эту тему. Мне кажется, детально остановились на действиях США, ответных действиях Китая. И пришли к выводу, что, скорее всего, уже пройден вот этот критический уровень, точка невозврата, когда можно было бы еще рассчитывать на деэскалацию торгового конфликта. Мне кажется, сейчас стоит лишь принять факт того, что торговая война будет продолжена. И страны пойдут еще на более жесткие меры и ходы. Ну, может быть, если бы Китай не стал бы огрызаться, пошел бы на попятную и, может быть, стал более открыто демонстрировать желание все-таки угодить США и выйти на какой-то конструктивный диалог, может быть, позиция штатов бы смягчилась. Но поскольку этого не произошло, что Китай сообщил о приостановке за окупки сельхозпродукции, я думаю, что далее позиция США будет еще более жесткой. Еще до наступления сентября, до того, как вступят в силу 10-процентные пошлины, ничего не мешает Трампу взять и поднять этот тариф, эту ставку до 25%. И, соответственно, учитывая, что по этим пошлинам будет облагаться более 5% мирового товарооборота, понятно, почему эти опасения сейчас являются центральными на всех финансовых рынках, и почему трейдеры, которые спекулируют сырьем, сейчас очень сильно обеспокоены будущими показателями спроса. Друзья, хотелось бы сегодня сказать снова про запасы, которые выйдут в 17.30 по московскому времени, но мне кажется, что мы сейчас работаем с таким фоном, из-за которого такие отчеты, как данные от администрации энергетической информации, просто уходят на второй или даже десятый план и являются абсолютно второстепенными. Я это подчеркивал вчера, динамика нефти за вчерашний день только усилила понимание и представление о том, что сейчас на Brent и WTI будут бить вот эти риски, которые я сейчас перечислил. Доллар иена 106.10, я не сомневаюсь в том, что мы пробьем их поддержку 105, потому что способствовать этому будет дальнейшее укрепление иены, снижение курса доллара. Если мы подняли вопрос о даже деволюционных войнах, то понятно, что после тех событий, которые произошли с юанем, и самым фактом того, что пара доллар-юанин оказалась впервые за 11 лет выше отметки 7 юанин за доллар, у штатов практически нет другого выбора, кроме как сейчас стараться также сделать все возможное, чтобы доллар в идеале бы начал слабеть. Поэтому мы ждем, что позиция ФРС станет более мягкой. Кстати говоря, Ларий Кудлоу, который не так давно подливал масло в огонь в конфликт торгового характера США и Китая, сейчас также сделал комментарий о том, что ставка ФРС может быть снижена еще на 0,75%. И мы знаем позицию Трампа в отношении этого вопроса. Я допускаю, что в ближайшие недели мы можем столкнуться с самыми настоящими интервенциями. Не со стороны Федрезерва даже, а со стороны Трампа, который оказывает еще большее влияние на доллар, чем тот же самый американский регулятор. Поэтому сейчас нужно также быть реалистом, как и в отношении нефти, и понимать, что доллар-иена – это пара, которая является заложником и жертвой двух важных фундаментальных составляющих – укрепление иены за счет спроса на защиту и падения доллара за счет необходимости его дальнейшего ослабления, чтобы хоть как-то уравнять шансы в валютной войне. Американский фондовый рынок 2859 пунктов мы констатировали ранее, потом свалились ниже, собственно, цели. Я думаю, что мы можем ориентироваться на планку 2600 пунктов, уж 100%, потому что, опять же, крайне непростые отношения США и Китая. Они будут бить по основным секторам, и технологическому сектору, и производственному, и энергетическому. Поэтому это потопит американскую фонду. Я думаю, что добавить к этому еще и как раз вот эти валютные войны, о которых я сказал, то получается, что у рынка капитала не очень-то много шансов сейчас восстановиться, потому что в прямом смысле не на чем восстанавливаться. Евро против доллара 1.12.11 как раз уровень очень хороший, чтобы открывать короткие позиции, потому что здесь я настаиваю на куда более выраженной системной слабости самого главного валютного риска. От этого уровня мы не раз уже разворачивались, допускаю, что это может произойти снова. Фонд против доллара 1.21.60. Здесь нужно держать короткие позиции, потому что, на мой взгляд, при всем том фоне, который сейчас вкладывается, риск Брекзита, он все равно более значителен. А как обстоят дела в переговорах между Англией и Европейским Союзом? Да никак эти переговоры, собственно, и не ведутся. И мы периодически слышим лишь заявления, что с одной стороны, что с другой, что в соглашении есть отдельные пункты, которые, по мнению английской стороны, обязательно должны быть выбраны. Это соглашение и положение о бэкстопе. Что касается Еврокомиссии, то Евросоюза в целом, то ЕС категорически отказывается, скажем, вносить какие-либо изменения. И мы видим то, что без каких-то уступок переговоров дальше не будет, а то, что Борис Джонсон точно не пойдет на уступки. Но это факт, друзья. Поэтому приближается, скажем, мы приближаемся вместе со всем трейдерским сообществом к этому, наверное, злополучному октябрю, когда на рынке будет объявлена эта новость о том, что Англия выходит из состава ЕС без сохранения доступа к таможенному союзу, к единому европейскому рынку. И вот тогда уже будем спекулировать на последствия, последствия, которые точно будут формата Армагеддона для английской экономики. Вот почему шансы на то, что пара не только протестирует поддержку 1,20, а будет претендовать на аваритет довольно высоки. На азиатской сессии очень резко обвалились австралийцы и новозеландцы. Но в зеландце понятно, что там снизили ставку на 25 байсных пунктов с 1,25 до 1%, и допустили, что она может быть снижена дополнительно на 50 байсных пунктов до конца этого года. Поэтому минус 100 пунктов в моменте мы по новозеландцу ранее цель сделали. Если вам интересно, куда новозеландец может дальше пойти, я думаю, что здесь уже можно ориентироваться на снижение до конца этого года в район поддержки 0,60. Австралиец тоже отреагировал на подобное решение Резервного банка Новой Зеландии, потому что стало ясно, что Резервный банк Австралии имел шанс за день до этого также снизить процентную ставку, чтобы помочь дополнительной ликвидностью экономике и тем самым поспособствовать более скорому достижению цели по инфляции и экономическому росту. Они профукали эту возможность, и Резервный банк Новой Зеландии оказался в этом плане более проактивным. Поэтому австралийский регулятор будет наверстывать. Мы ждем следующее заседание, и там уж точно ставки будут снижены. Австралиец также приближается к нашей цели, друзья, 0,65, она будет сделана, я думаю, что в перспективе ближайших недель. Кстати говоря, по австралийцу сейчас довольно интересная ситуация, потому что буквально до вчерашнего дня серия снижения дневных, вот этот цикл, он составил 11 дней, это самый длительный цикл падения за лето 10. Это явно указывает на то, что тенденции изменились. И по доллару канадца, друзья, мы идем к цели 1,35, последовательное монотонное восстановление. Мы уже боремся за сопротивление 1,33. В пятницу, уверен, нам поможет рынок труда, который ударит по позициям канадца. Еще и нефть сейчас способствует его снижению, поэтому шансы добраться до планки 1,35 сейчас крайне высоки. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok